Всем здравствуйте! Этому виноградному кусту третий год. В прошлом году при обрезке под зиму я оставил на этом виноградном кусте три хорошо вызревших лозы и на каждой поставлял по четыре почки. В этом году все эти почки пошли в рост. Из них мне предстоит выбрать нижние и хорошо развитые зеленые побеги для дальнейшего формирования рукавов этого виноградного куста. В этом году мне необходимо сформировать пять хороших виноградных рукавов для дальнейшего плодоношения винограда. Вот на этой виноградной лозе пошли в рост все почки. Три верхних зеленых побега я отрезаю и оставляю только два нижних. Из них буду формировать два рукава. Вот такую часть виноградной лозы с зелеными побегами мне пришлось удалить. Теперь на этой виноградной лозе тоже просматриваю и выламываю ненужные верхние зеленцы. При таком количестве зеленой массы есть что выбрать. И выбираем лучшие и хорошо развивающие зеленые побеги для дальнейшего формирования рукавов на виноградном кусте. На этой тонкой виноградной лозе оставляю один побег. Достаточно. Останавливаю все, срезаю. И так оставляю пять зеленых побегов для формирования виноградных рукавов. Вот этот сейчас тоже срежу. Он лишний. Вот эта зеленца вся лишняя, которую если не удалить, то будет препятствовать полноценному развитию виноградного куста. Еще раз просматриваю и убеждаюсь, что все лишнее поудалял. Пять зеленых побегов оставил на этом виноградном кусте, которому третий год. В дальнейшем из них буду формировать полноценные виноградные рукава для плодоношения. Допустимую нагрузку на виноградный куст буду делать выломкой слаборазвитых зеленых побегов и гроздями винограда. У каждого виноградаря есть свой подход к этой лиане. Каждый решает сам, как считает лучше. Но практика по выращиванию винограда показала, что не всегда после осенней обрезки виноградных лос оставленное количество почек благополучно дает положительный результат. Из большого запаса зеленых побегов всегда можно выбрать лучшие и этим сделать нормальную нормировку на виноградный куст. Ну вот и все, чем хотелось мне поделиться. Кто желает получать известие в добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю всего наилучшего. До свидания.